Грация, чувственность, космос и винил слились воедино на подиумах Парижской недели моды. Своей коллекцией представили несколько известных дизайнерских домов. Какие образы приковывали внимание критиков и поклонников, а также в чем встречать весну и лето будущего года, увидела Яна Подзюбан. Десятки камер направили объективы, в зале повисла пауза. Через мгновение на подиуме то, что позже назовут совершенством Вэри Валентина. Взгляд сквозь дымку, струящийся шифон в пол, усыпанный блеском. 80-е, окутанный романтикой. В доказательство на подиуме знаменитое розовое платье-пузырь. Укороченная вариация создания самого Валентина. Это коллекция, которая мне действительно очень понравилась. Это настоящий Валентина. Я будто прикоснулся к платьям, которые в моем воображении. Во мне. Всегда. На балл с корабля космического прозрачные дождевики, мантии А-образной линии накинуты на спортивные топы. Шелковые туники под свободными куртками, коктейльные платья с кроссовками по-королевски, высокие воротники и обнаженные плечи. Отдельное впечатление шоу. Эти цветы на пастельной поверхности луны и эти красавицы в невероятных нарядах по-настоящему театрально. Успех ошеломляющий. Дизайнеру Кер Паула Печоли едва удалось выйти в конце показа на подиум, в то время, как его создания царственно парили над суетой. Как всегда, совмещая несовместимое в атриуме издание прекрасной эпохи начала 20 века, лунный подиум свою космическую коллекцию «Модный дом Валентина» показывает в лицее Карно, который знаменит своими выпускниками сплошь. Политики и президенты. Высокий стиль, высокая мода. На мудборде идея и музыку терея. Концентрат красоты. Здесь и готика, и полотна эпохи Возрождения, и ротка, и представление Вселенной в духе Леонардо да Винчи, и первая фотография Земли с поверхности Луны. Настоящая красота видится именно с Луны. Это слова Нила Армстронга. И в моей коллекции Луна – это новая возможность увидеть себя. Мне хотелось обычное сделать экстраординарным. Земное и внеземное смешалось глянцевыми поверхностями и сверкающими байетками. Мода по Валентине, как и прежде, противоядие от тревог и беспокойства. У девушек были такие розовые, розовый туман на лице, и я спела, и это, наверное, красивая и свободная французинка. Сама Наталья Водянова на этой неделе моды блеснула и на подиуме. Шоу Бальман – роскошные и одежды, и модели. В монохромной коллекции Наталья Водянова в черном глянцевом комбинезоне дизайнер Оливье Рустен винил сделал главным материалом. Предельно стянул силуэты, сделал красоту воинствующей, а хрестоматейные вещи, фирменные платья-кольчуги в новом сезоне облачил в металлический блеск, словно в доспехе. Огибающие силуэты линий, покрытые ремнями и сеткой. Шик в виртуозной работе с фактурой. Бахрома, мех, жемчуг и даже перья. Большой дебют недели моды в Большом дворце на Елисейских полях. Лан Ван. Спасибо! Пожалуйста! Главная интрига показа – новый дизайнер, которого представили владельцы марки всего несколько месяцев назад, когда работа на коллекцию уже завершалась. Теперь же главный вопрос – чем удивит новый дизайнер своих постоянных клиентов, таких как актриса Катрин Зинёв или певица Риана? Французские критики напишут. Лан Ван – самый старый французский дом-мод пытается выйти из зоны турбулентности. Оливье Лапидос обещает поднять продажи монохромными чёрными образами. В основе – вновь 80-е. На высоком подиуме под стать эпохи – минимализм. Мини-смокинги, короткие коктейльные платья и асимметрия. Люблю, люблю очень. Мне понравились разные платья, разная фактура. Белые ткани тоже понравились. Большой талант. Одним словом, получил удовольствие. Дизайнер не избегает популярной тенденции логомании. Принт на платьях, блузах, юбках – всюду. Модные брюки на защипах – приталенные жакеты. Прямолинейным нарядом вторит обувь цветные гладиаторы и босоножки. Коллекция – как база для гардероба. Основа полёта, фантазии – модницы. Так дизайнер видит новый взлёт популярности модного дома. Яна Подибан, Алексей Лабушкин, Олеся Огешкина. Первый канал. Франция.